Источник фейеринга. Наконец-то. Когда? Завтра. Через два часа после заката мой последний шанс фейеринга. У тебя не было в последнее время никаких предчувств? Ну что там такого страшного в этой чашке? Тучи. И кальция разорванная. Так что теперь? Свадьба не состоится. В твоем арсенале нет самого главного ингредиента. Девственницы. Я же тебя предупреждала не подпускать к себе мужиков. Простите, я... Мы найдем другую девственницу. Ну где мы ее найдем? Мне осталось меньше шести часов. Мне домой надо. Домой уже не надо. Отпустите! Там девчонку схотели. Ну ты же не собираешься? Собираюсь. Ты чего? Копыл! Копыл! Охренели! Это тебе за копыл! Тебе нужно снять стресс. В клубе. Да еще и в компании двух безбашенных девушек. Иди в воду за тот столик и жди моего сильного. Это же ты задумал, дорогой деверь. Ты же знаешь, что я не подпущу тебя к источнику. Девочки. Черт! Яма-то здесь откуда? Черт! Яма-то здесь откуда? Выпустите нас! У тебя ничего не выйдет. Это не то заклинание. Где-то здесь должна быть дверь. Ну же, покажись! Ты не стремя, а теперь ты умеешь. Ты умеешь ждать. Ты умеешь. Ты умеешь. Я не могу не помочь. Что это за фигня? Где источник? Похоже, нас кто-то опередил. Девушки, вам помочь? Что вы тут делаете? Бежим! Стоять! А ну, стоять! Это ведь ты, да? Когда бы я успел? Ты ведь судил за мое целый вечер. Кроме тебя больше некому. Хелька, если бы я получил силу, разве сумела ты меня остановить? Отпустите меня, пожалуйста. Майк, дай ей денег и пускай валит отсюда. Ты бы все равно не открыла портал. Для этого нужно задействовать все стихии. Землю, воду, огонь и воздух. Ну, а как ты собирался это сделать? У вас что, четыре стихии на двоих? Я взял недостающие. Да что? Ничего. Спасибо вам за все. Может быть, ты номер мой запиши на всякий случай. Ладно, мне надо идти. Что ты делаешь? Мусор выброшу. Прекрати, оно же куча денег стоит. Не дури. Если хочешь, я сама его кому-нибудь пристрою. Дай сюда. Офигеть! Наверное, парами бензина пропиталась. Слушай, поехали отсюда. А то я сейчас с ума сойду. А, я, кажется, уже сошла. Ну, что там? Сама посмотри. Сама посмотри. Кто это? Со слов официанта, какие-то три девахи. Две в нормальном прикиде, одна в рваном платье. Ей должно быть четверо. Кто их привел? Как это он их пропустил? Они знали пароль. Это Ингвар. Отвлекал внимание, пока они. А все ты. Если бы ты не переспал с этой шлюхой Дианой. Ведь я охранника. Мне нужны подробности. Пытаюсь войти в систему наблюдения. Есть. Но мне кажется... Тише. А ведь эти три тёлки, которых Ольга ищет. Те же самые, которые на нас напали тогда. Когда? Ну, когда мы эту девственницу в подворотню тащили. Ты что, гонишь? Ты что, вообще глухой? Ты не слышал, как официант майку чесал? Малая, деловая и фифа. У малой еще платье порвано. О, так это же наша девка. Короче, нам по-любому надо найти всех этих трех капелл и их притащить их Ольге. Чего? Ну или хотя бы эту девку. Просто иначе нам бабок никто не заплатит. Погнали. Вызывай такси и езжай домой. Я выясню, что эти парни знают. Ну и где это ты так? Выходила из автобуса, упала. Ничего страшного. И вот так порвала платье? Да, мам, честно, я просто упала. Слушай, я не хочу домой возвращаться. Там все о Никите напоминают. Ну так оставайся. А то еще начнешь с единочи. Подарки его с балкона выбрасывать. И вещи жечь. Я вообще не поняла, что это было. О! Перегорела. Наверно, пробки выбила. А раньше их котик чинил. Ну подумаешь, проблема. Где счетчик у тебя? В коридоре за дверью. Ну что, не работает? А так? Что там случилось? Счетчик током бьется. Надо электрика вызывать. Конечно. Среди ночи. Что за фигня? Подожди. Не трогай я сама. Может, на подстанции проблема. Что за чертовщина? Да нет там никакой инфекции, мам. Я все протерла влажными салфетками. Угу. У нас так сотрудник от столбняка чуть не умер. Ну что, промыл рану водой и решил, что этого достаточно. Извини. Возбудитель столбняка анаэроб. Развивается только при отсутствии кислорода. Мам, у меня только легкие ссадины. Никаких глубоких ран. Почему мне кажется, что она врет про падение? Она ведь никогда меня не обманывала. Мам, я... Что? Нет, ничего. У меня все в порядке. Правда. Мам. Марго, да сядь уже и успокойся. Ничего такого страшного на самом деле не произошло. Не считая того, что я чуть не вышла замуж за подонка. Соню мы от насильников отбили. А с котиком ты помиришься. Ну что, первый раз, что ли? Марго! Да забудь ты уже этот наркоманский клуб и чертова полнолуния. Нас ищут, Ника. Нас уже ищут. Черная женщина. Представь, к тебе подходят девушки. Просят пропустить их в клуб. Опиши их. Четче. Первое. Цвет глаз. Волос. Толстая или худая? Вроде худая. Короче, не знаю я. Зови официанта. Черная женщина. За ней идут тени. Пожирающие людей. Марго! Какая черная женщина! Так, а ну-ка давай. Залпом. У меня фотографическая память, но тут как отрезало. Может быть они гипноз использовали? Пошел вон. Я думал, для тебя это пустяковое колдовство. У них сила источника. Поэтому засвечены все записи и сотрудники ничего не помнят. Тихо! 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 Тихо, тихо! Тихо! Ну, не надо. Я и так денег дам. А что, богатенький? Или лишнего бабла много? Ну, лишнего немного, а для дела найдется. Что за дело? Ищу трех воровок. Машину грабанули. Одна такая коротышка, другая деловая, третья фифа. Вся из себя. А у коротышки платье порвано. Не видали? Тихо! 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 С negotiating ответил Bethany, Тихо! 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 Тихо, мы должны убить поглощиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основные причины слуховых галлюцинаций. Шизофрения, острый психоз, паранойя. Что же со мной происходит? Может, психоз? Иногда галлюцинации случаются у здоровых людей, находящихся в состоянии депрессии или стресса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего. Это просто стресс. Через 10 минут все пройдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они здесь на вас напали? Нет. Вот здесь. Вот она остановка, где мы эту девственницу встретили. А вот сюда в подворотник свернули. Ну и как нам вот это поможет найти этих девок? Элементарно. Смотрите. Никаких двух девушек вы не видели. На вас напали гопники, вы еле от них отбились. Со мной вы никогда не встречались. И о нашем разговоре вы ничего не помните. Что мы стоим здесь, как три дебила? Да, вон, искали кого-то. Нашли уже гопников. Вон тебе как врезали. Ладно. Давайте по домам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эй, я лягу в гостиную. Тебе нужно отдохнуть. Иди сюда. Мне всем плохо. Что ж ты творишь? Жаль, что секс – самый легкий способ вернуть тебе силы. Я уничтожу этих тварей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что у тебя будет? Свадьба не состоится. Счастливая. Возможны сложности. И еще женщина какая-то. Неплохая у тебя квантировка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай ты просто поговорим. Это какой-то бесконечный действие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Что происходит? Пожар? Ника, что случилось? Открывай кран! Сама не можешь? Я вообще боюсь что-нибудь руками трогать. Что? Что с тобой случилось? Я не знаю. Так, я думала, это глюки. Ой, больше похоже на ужастик. Что это? Ника, мои руки. Ника, что с нами? Сонька уже проснулась. Да, дед. Привет, Гулёна. Привет. Как жизнь? Отлично. Вот анатомию вчера сдала. Ну, молчи. Как же мне с Сонькой про ее ночные похождения поговорить? Извини, дед. Я на занятия спешу. Вечером уже про мои похождения поговорим. Ну, если это полтергейст или души умерших. Мне на работу пора. Вечером поищем, кто занимается этими потусторонними делами. Может, найдем кого-то. А за руль ты как собираешься садиться? А вдруг опять эта фигня с поджогами начнется? Блин, я не подумала. Вызови мне такси, пожалуйста. Еле тебя нашла. Вот возьми, взбодрись. Ты что, опять применял магию? Счеты взяла. Ну, я что, не вижу? Ты плохо выглядишь. Морщины новые появились. Другого выхода не было. Я больше тебя никуда одного не отпущу. Я не хочу, чтобы ты, как дядя Влад, со мной все будет в порядке. Надо же было вчера так нажраться, а? Может, в стиралке черная дыра? Куда все время деваются мои носки? Надо взять себя в руки и послать его к черту. И я же не во сне. Это происходит на самом деле. Я слышу мысли всех вокруг. Что же мне с этим делать? Слушай, тут Никита, а он не может до тебя дозвониться почему-то. Алло. Алло, Ника, пожалуйста, давай поговорим. Не звони мне больше. Я хочу встретиться и все объяснить. Я не понял, вы что, курите в кабинете? Ну, нет, что вы, я же вообще не курю. Это просто у меня духи новые с ароматом дыма. Ну, а что у вас? Что отмножим? Сейчас распечатаю. Секундочку. Акционеры вот-вот подъедут. Стихия огня. С ее помощью я найду остальных. Ой, так у вас было бы анатомичку идти. Может, очкануть. Георгий Олегович, здравствуйте. Можно с вами посоветоваться? Да, конечно. Если человеку кажется, что он слышит чужие мысли, какое психическое расстройство при этом наиболее вероятно? Черных очередную телку клеит. У вас какие-то проблемы? Нет, я просто хочу разобраться в этой теме, а вы диссертацию по психозам защищали. Посмотри-ка, по диссертации выяснил. Девочка, конечно, страшненькая. Но дурножки обычно в постели такое вытворяют. Вы знаете, у меня сейчас пора. Вы приходите на кафедру часов в семь. И мы там с вами все подробно обсудим. Если она увидит нас в месте... Не увидит. Ее нет в клубе. Ты как? Плохо. Ничего не помню. Помню только, как она нас застукала, а дальше провал. А что было, Майк? Да ничего. Поорала и ушла. Тебе вы дома отлежаться. У тебя стресс может и поэтому ничего вспомнить не можешь. А еще лучше я помогу тебе найти новую работу. Да. Хуже уже не будет. Но она просто... Ведьма какая-то. Ну а ты как? А что я? Я все-таки замдиректора. Ничего она мне не сделает. Иначе кто будет заниматься делами клуба? Я не представляю, как ты ее терпишь. Я бы от такой ночемницы просто под землю провалилась. Прогноз мы уже распечатали. А ваш ком сейчас посмотрите с этим. Пожалуйста, отнеси прогноз шефу сам. Нам надо поговорить. Я уже все сказала. А я нет. Пойдем. Тут очень много зрителей. Ника, ну... Подожди. Ну, Ника, да! Я сглупил! Что? Сглупил? Жизнь на две семьи, это называется сглупил, да? Ладно. Ну, ты же согласилась, меня выслушай. Я просто не хотела устраивать сцен на работе. А сейчас уходи и не возвращайся больше никогда. Ника, я... Пошел вон! Истеричка! Какая экспрессия. Простите, пожалуйста, я вас не заметил. У меня машина недалеко, давайте я отвезу вас к клинику. Вот моя, помогите, пожалуйста. Конечно. Аккуратно. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ай-яй-яй. Как неудобно получилось. Садись в машину. Простите. Быстро в машину. С кем ты только что разговаривал? С невестой. Бывшей. Почему бывшей? Поймала меня на измене. Помиришься. Купишь цветы. Бросишься в ноги. Скажешь, что жить без нее не можешь. Понял? Подаришь ей кольцо. Когда швырнет обратно, скажешь заклинание. А теперь самое главное. Это твоя лучшая шутка. Ладно, удачи. Пока. Такой класс. Привет. Прогуливаешь? Блин, обиделась. Как же я сезю сдал? Прости за вчерашнее. Насчет фонтана была неудачная шутка. Я же не знал, что так выйдет. Вить как козел. Придумал хрень, а мне отдуваться. И ролик толком не сняли. Снимешь свой ролик с кем-нибудь другим? Ну и катись. Я все равно столько не выпью, чтобы с тобой переспать. Составьте анализ деятельности конкурентов. Работа сделана, Витальевич. Да, и... Прости меня. Очень любопытно. Горника Юрьевна не в рабочее же время. Идиот. Я не шучу. Я тебя очень люблю. Ты самая лучшая женщина в мире. Вернись ко мне. Я умоляю тебя. Иначе я не знаю, что с собой сделаю. Никита, ты что выпил? Давай начнем все сначала. Не дай ей уйти. Ника, подожди. Ударь ее кинжалом в сердце. Я тебя люблю. Я тебя беспокоен за follow-up. Я встречаюсь. Я тебе беспокоен заход! Я ничего не люблю. Я его люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что произошло вчера вечером? Только честно. Меня однокурсник на свидание пригласил. Посмеяться решила. Я, дура, поверила. Потом мне в тот автобус села. На меня три придурка напали, платье порвали. Я тогда коленки разбила. Изнасиловали. О, Боже. Да никто меня не насиловал. Две девушки мимо проезжали, отбили. Так, я поняла. Мы едем в больницу. Давай-ка, малыш, мне не нравится твое состояние. Все. Поехали. 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 Здравствуйте, Маргарита. Я вас уверяю, обученные лекарства вам не помогут. А вы кто такой? Я Игорь Чернецов. Специалист по паранормальным явлениям. А меня откуда знаете? Это моя работа. Я нахожу таких, как вы и, можно так сказать, помогаю им выстрелить. Зод беспокоит и сыпь не проходит. Вы посетили трех дерматологов и никто из них не смог поставить вам диагноз. Неправда. Мне выписали отличные лекарства. Они помогут вам ненадолго. А в моей лаборатории есть приборы, которые полностью восстановят ваше биополе. И болезнь уйдет навсегда. То есть, вам надо, чтобы я поехала с вами? Мне? Нет. Это вам надо поехать со мной. Вы не беспокойтесь. У меня есть дочь, примерно вашего возраста. Если хотите, процедуру проведет она. Спасибо. Мне уже лучше. Она вам поможет. И пригодится. Смотрим на молоточек. Следим за молоточком. Если вы умеете читать мысли, то можете прочесть и мои. Я не читаю. Я слышу. И о чем же я сейчас думаю? О том, что я несчастный, закомплексованный подросток, который вот таким образом пытается обратить на себя внимание. А мама? Мама, мама боится, что у меня от учебных нагрузок и вчерашнего нападения поехала крыша. И жалеет, что не отговорила меня поступать в мединститут. Может, Никита действительно хотел к тебе вернуть? Ты бы видела его глаза, как у зомби. Я о нем как вспоминаю, меня даже в жар бросает. Так, успокойся, пожалуйста, не кипятись. Ты так уже почти полквартиры сожгла. Да, он был прав. Лекарства не помогают. Кто? Помнишь, ты хотела утром найти специалиста по паранормальным явлениям? Так вот. Он сам меня ношу. Обещал за полчаса исправить мою биополю. В одиннадцатом классе ты знакомилась с космонавтами. Теперь у тебя специалисты по паранормальным явлениям. Растешь. Ник, ну подумай сама. Вчерашний вечер. Это странная комната. Огонь от тебя, мои руки. Теперь этот... Игорь Чернецов. Да, происходит какая-то ерунда. Но мы разберемся. Значит так. Органических повреждений у вас нет. Но. Вы на грани нервного срыва Софии. И я настоятельно рекомендовал бы вам лечь к нам хотя бы на недельку в отделении. Отдохнете. Мы вас обследуем. Ну и подлечим. Что, доктор? Не терпится изучить интересный случай? Шшш. Речь идет о твоем здоровье. Ладно. Госпитализируйте. Тут хоть людей не так много, как на улице или в институте. Какофония меньше. Ирадника Фирсова. 25 лет. Финансовый аналитик. Недавно расстала с женихом. Никита Макритский. 30 лет. Бизнесмен. И бабник еще тот. Жаль, что они расстались. Через него эту железную леди было бы достать проще всего. Маргарита Романенко. 22 года. Считает себя художницей и правитицей. Живет на содержании любовника. Иван Котенко. 42 года. Банкир. Женат. И есть взрослые дети. А у Марго детей нет? Нет, она сама, как ребенок. Инфантильная и обидчива. Очень любит свою мать. Но отношения в нем непростые с ней. Возможно, именно мама ее уездила в мое место. Софья Михеева. 19 лет. Студентка первого курса медицинского университета. Мама Полина Михеева. Профессор археологии. Дедушка Михаил Иванович Михеев пенсионер. Холодом повеяло. Будто здесь кто-то есть. Почему именно они, пап? Пока не знаю. Ника, с нами происходят странные вещи. И тут вдруг бах! И это Чернецов. Ты до сих пор веришь в счастливые совпадения? Перестала верить. Еще в третьем классе. Раньше, чем в Деда Мороза и Добрую Фею. Вот именно. А здесь Дед Мороз и Фея в одном флаконе. И, кстати, он был прав. Что? Сы почти исчезла. И руки перестали чесаться. Это знак. И меня еще никогда не тянуло так рисовать. Алло, папа, привет. Ты домой собираешься? Попозже. Я нашел одну девушку, она в шестой больнице. Ну, а к ужину тебя ждать? Я нашел двух других. Ясно. Значит, не ждать. Классно. Как у тебя так получилось? Сама не понимаю. Будто что-то двигало. Моей рукой. Я ее практически не чувствовала. Нам нужно найти Соню. Ей грозит какая-то опасность. Я просто это чувствую. Так. Допустим, твоя теория о мистике верна. И все дело в той воде. Но мы же в нее только руки опустили, а Соня? И ее пила. Да. И как мы теперь ее найдем? Мы даже номер квартиры не знаем. Да все так быстро произошло. Сначала эти ублюдки, которые на нее напали. Потом эта дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы случайно не знаете девушку по имени Соня? Она где-то в этом доме живет. Студентка медицинского. Соня моя внучка. А вы те самые девушки, которые ее вчера от хулиганов спасли? Да решили вот узнать, как она. В больнице. Нервный срыв. В какой? Мы хотели бы ее навестить. В шестой. Но врач просил пока ограничить посещение. Они собираются в шестую больницу. Игорь тоже едет туда. Не трогай его, пожалуйста. Выпустите нас! Где-то здесь должна быть дверь. Что с ней? Наверное, снотворным накачали. Мы же не будем ее будить. Может, придем завтра? Вещи собери. Марго, и обувь. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Их же должно быть четверо. Где еще одна? У меня ноги не слушаются. У меня тоже. Холодно. 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 Пойдем. Пойдем.